Они родились и выросли среди звуков перестрелок и падающих снарядов. Их детские глаза успели увидеть много горя. Но несмотря на это, они остаются детьми, и им хочется веселья и новых открытий. Сегодня дети вынужденных переселенцев из Донбасса, которые живут в Чувашии, побывали в Новочебоксарском зоопарке. Маленькое путешествие стало возможно благодаря Чувашскому региональному отделению «Молодая гвардия». Какое впечатление животные произвели на ребят, узнала Милена Алексеева. Григорий Гелых с детства любит животных. В ДНР у него осталось много питомцев – рыбки, птичка, три шиншиллы, две кошки и собака. Григорий еще ни разу не бывал в зоопарках. И когда он узнал, что у него будет возможность увидеть диких и домашних животных, очень обрадовался. Я очень люблю животных. И я очень сильно обрадовался, когда нас отправили в зоопарк. Мне очень понравились волчица и волк, и медведь Потап. Они были очень красивые. А медведь Потап вообще раньше выступал в цирке. Медведь, лама, лиса, павлины. Многих из животных дети раньше видели только на картинках книг и по телевизору. Больше всего ребятам запомнился домашний осел. Он легко шел с ними на контакт и даже давал себя погладить. Я был впечатлен из-за того, что я впервые вижу верблюдов. Конечно, я в Майуполе видел верблюдов, но очень давно. Мне очень понравился тут медведь, верблюд и лама. Ну, еще там еноты, кролики. Очень понравилось, потому что все животные умные, да все ровно. Детей переполняли эмоции. Они шли медленно, общались с животными, старались не пропускать ни один вольер. Дети очень радуются любой поездке, потому что они понимают, что это как бы как выбраться в санаторий. Это видеть какие-то границы больше, интересно. У многих детей будет очень много, наверное, скорее всего, впечатлений хороших. На этой неделе мы устроили экскурсию в зоопарк при поддержке партии «Единой России», при поддержке администрации Еленковской рощи. У нас удалось организовать такую акцию. Я считаю, что она пошла детям на пользу, отвлечься от всех реалий, пообщаться с животными, посмотреть на них. Такая акция будет проходить каждые две недели. Детей будут знакомить с интересными местами Чувашской республики. Милиана Алексеева, Николай Скворцов, Республика.